Привет, я Аня и ты на канале о моей жизни с животными И сегодня я расскажу вам про детство муравьев так, как вам еще никто никогда не рассказывал Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики И мы начинаем! У всех есть детство, даже у муравьев И жизнь любого муравья начинается с яйца Обычно в муравейнике яйца откладывает только матка и никто другой А всякие уже сиделки, кормильцы, няньки Они из этих яичек в ясельках своих выращивают Личинки А потом, когда личинка становится куколкой Она идет в детский сад Ну и уже потом, в конце концов, она становится имага Красивое слово, да? В общем, как это все работает? Так как муравьи очень умные, может даже помнее, чем мы У них все четко организовано И в муравейнике есть специальные комнаты такие Типа вот роддом у нас здесь Здесь у нас вот тут вот ясельки Детские садики Столовая, где они кушают Помните, с чего все начиналось? Как их было мало и как их стало очень-очень много Напишите в комментариях, как думаете, сколько здесь муравьев? И вот тот самый день рождения одного из муравьишечек настал Алматка в этом роддоме отложила яйцо И другие муравьи его сразу же подхватывают, проверяют и облизывают И складывают в пакет с другими такими яйцами Это так и называется Пакет Вот эта вот пачка яиц, чтобы потом ее было проще, легче и удобнее переносить с места на место Было бы смешно, если бы у нас в роддоме новорожденных тоже складывали в пакеты, чтобы их пачками, чтобы их было проще разносить по палатам За новорожденными очень тщательно следят, прям как у людей, возятся с ними, перекладывают их с места на место, чтобы условия у них были идеальными А вот тут начинается самое интересное Собрав все эти свои яйца по пакетам, они несут их куда? Правильно, в муравьиные ясли Наш муравьишка по имени Петя бежит такой с пакетом яиц и думает Так, ой, не туда попал, где тут ясли, мне в другой коридор надо, как тут в этом муравьинике не заблудиться Никому свой пакет с яйцами не отдам Другой такой говорит, давай мне, я донесу Нет, и тебе тоже не отдам Так, аккуратнее, дайте пройти, я несу пакет с яйцами Что главное в пакете с яйцами? Чему меня учили в детстве? Главное не разбить яйца Так, кажется, вот они, ясли, наконец-то я донес свой пакет с яйцами Тут кто-то подбегает, давай их сюда Нет, это мой пакет и мои яйца Ну и практически как у нас в Яслях, они там постоянно ухаживают за ними, ощупывают, переворачивают, перекладывают с места на место С ними возятся рабочие муравьи, кормильцы, сиделки, няньки и даже иногда муравьи-солдаты заходят поздороваться с детками Кстати, если вы хотите побольше подробностей из личной жизни муравьев Например, зачем они едят своих детей или про отношения мальчиков и девочек И если у них вообще мальчики и девочки, ставьте лайк этому видео И теперь наш Петя уже несет личинку, а не яйца Жирненькую такую личинку Он постоянно переносит ее с места на место, чтобы найти для нее идеальные условия Ой, упал, личиночка моя, скоро ты станешь куколкой И вот когда яички становятся личиночками, они, конечно же, уже просят кушать, их надо чем-то кормить У меня муравьи-жнецы, они питаются зернами Поэтому солдаты, у которых такие большие челюсти, разгрызают на кусочки семена А более маленькие муравьишки уже эти семена как бы перемалывают Делают из них такую муку, добавляют туда свою слюну, смешивают И получается такая как бы детская пюрешка Вот ей они и кормят этих личиночек вечно голодных И сами ее же кушают Детская пюрешка, прям как у нас Очень прикольно то, что у некоторых видов муравьи могут выбирать себе профессию сами То есть они такие становятся и мага, повзрослели и решают, кем бы им стать в будущем А у некоторых видов, и в том числе у моих, муравьи не могут решать, кем им стать Это зависит от того, сколько личинка ест вот в этом вот возрасте То есть чем больше жрешь, тем лучше у тебя будущая профессия Потому что когда они много едят, они становятся крупнее И могут, соответственно, стать солдатом или разведчиком Вот бы у нас так в жизни работало, чем больше жрешь, тем лучше у тебя потом работа И когда я только начала изучать муравьев, я задумалась, если личинки так много едят, куда же они какают Но если мы кушаем, то мы должны куда-то остатки пищи девать И выяснилось, что они делают это, ну вот в свою же одежку личинки Видите, там есть такая темная точечка на личинке или куколке И это не носик, как вы могли подумать, и даже не глазки, а мешочек с какашками То есть эти какашечки у личинки, когда она еще куколка, они такие копятся, копятся, копятся А потом, когда она уже вылупляется, они просто отваливаются, их выбрасывают, прибирают В общем, я поняла, это как долговечные памперсы такие Ходишь, 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 потом просто снял, выбросил Кстати, обязательно подписывайтесь на наш суперинтересный инстаграм Там всякие прикольные сторисы и фоточки Юмичу наблюдает за муравьями вместе с киской Алиской Ну и спустя 1-2 месяца личинка превращается в куколку и переходит в детский садик И вот наш Петя, который круглыми сутками за своей личиночкой ухаживал, тащит ее в детский сад Такой, все, деточка, хватит уже сидеть в ясельках, пора взрослеть и идти в детский садик Сам Петя уже меньше даже своей куколки Эй, ребята, подскажите, где тут детский сад номер 2? Так, это первый, а вот он второй Ну что ж, деточка, сейчас я передам тебе твоей нянечке и кормилице Егорке Которой еще меньше тебя в два раза Но Егорка, старательно упираясь задними лапками, тащит свою куколку, чтобы разместить ее в детском саду Все-таки подбежали к Егорке и давай ему помогать Ох, какая куколка, ты наша такая жирненькая, хорошо кушала, солдатиком вырастет Давайте назовем его Ванюша Куколка Ванюша Оказывается, кстати, муравьев даже можно помечать специальным акриловым маркером, которым помечают пчел И наблюдать жизнь одного муравья или нескольких отдельно от колонии Это прикольно, может нам так поступить с Ванюшей Большую часть куколок муравьи держат, вися вниз головой на стенках Прям часами, неделями с ними висят Ну и иногда они и на полу валяются Это те куколки, на самом деле, что лежат на полу, просто ждут свою очередь И потом их тоже поднимут висеть Некоторые куколки, видимо, так хотели себе хорошую профессию, что очень-очень-очень много ели И стали такие жирные и большие, что один муравей-нянька не выдерживает их держать Зовет на помощь других, и они держат, бывает, по двое, по трое одну куколку Егорка такой висит Ох, Ваня, Ваня, зачем ты столько ел? Теперь такой тяжелый Я так устал тебя держать Ой, в следующий раз поменьше куколку выберу себе Вот муравьишечки родились Были яичками в пакете Сидели в ясельках Сходили в детский сад И когда они начинают уже немножко набирать цвет Их несут обратно в роддом И там их облепляет куча муравьев Начинают вокруг них прям суетиться Собираются такие И на самом деле они снимают с них такую как бы пленочку Это у жнецов, так? У некоторых муравьев по-другому Это коконы, они его разрывают, чтобы помочь муравью выбраться Помогают всей семьей ему встать на ноги И получается на свет появляется и мага Это такой белый, полупрозрачный Иногда немножко желтоватый или коричневатый молодой муравьишечка И за пару дней он уже станет обычного цвета Станет обычным взрослым муравьем Часто муравьи забирают и мага сразу из роддома И несут его в ту комнату, где он уже потом должен будет работать Они ему дают какие-то просто пару минут на то, чтобы умыться Собраться духом И все, детство закончилось С этой минуты он начинает работать прямо наравне с остальными муравьями То есть вообще юношества, подросткового возраста его нет Все, все, кончилось детство Муравьи Петя с Егоркой такие Фу, ну наконец-то, Ванюша, ты родился Все, теперь ты уже не ребенок Самый прикол в том, что если муравей мелкий Его могут оставить работать в роддоме Типа ты мелкий, оставайся вот тут прям и работай Надо было больше кушать, когда ты был личинкой И хороший урок для жизни Больше кушай, чтобы вырасти большим Потому что у муравьев же как Каким вот имага родился, таким он и останется А муравьи больше не растут Но несмотря на то, что молодые муравьишечки и наш Ванюша Сразу же начинают работать После детского сада они непременно учатся в муравьиной школе Где муравей-учитель учит их тому, чем они будут заниматься Даже ученые доказали факт, что муравьи учат и учатся Если, например, учитель-разведчик учит своих молодых муравьев ходить на разведку То он вместе с детьми проходит свой путь в 4 раза медленнее, чем если бы он шел один Если бы он шел один, он бы просто побежал по своему пути, который он уже знает И пробежал бы его очень быстро Это говорит о том, что он их ждет, подсказывает, помогает им понять свою будущую роль И так в каждой работе старшие учат младших Ну и вот наш мага Ванюша, крупный парень И пока он молодой, он помогает справляться более маленьким муравьишкам Вот, например, с такими же толстыми личинками, каким был в детстве он Он такой, ты моя дорогая личиночка Ешь побольше, вырастешь большой, станешь как я, как дядя Ваня Как же мне тебя назвать? И все по кругу Вот снова муравей несет куколку в роддом А няньки нянчат малышню Посмотрим, каким муравьем вырастет наш Ванюша Мы тут с Кисой Алисой узнали, что вы не в курсе, что у меня есть свой канал И у них есть свой личный канал И там сегодня тоже ролики Так что обязательно сходите, посмотрите и подпишитесь Вот такие вот муравьи мега организованные, ребята Я надеюсь, вам понравилось, как я рассказала Ставьте лайк, пишите свои комментарии Подписывайтесь на канал И увидимся скоро Пока